life of fun the news и мы снова приветствуем вас на нашем канале life of fun для вас мы собираем только самое интересное из мира автомобильной индустрии отечественного автопрома итак в открытой базе федерального института промышленный собственный появился патент под номером 11 44 33 с изображениями новой модели лада сегмента сув предположительно преемника внодорожника лада 4 на 4 на изображениях безошибочно угадывается концепт лада 4 на 4 vision показанный в рамках прошлогоднего автосалона в москве автомобиль дает представление о том как может выглядеть новый сув марки дизайнеры черплив до естественного вдохновления в актуальной версии лада 4 на 4 ну и в общем то о чем говорят характерные воздуховодные отверстия в задней стойке и зрительно закамуфлированные задние двери которые визуально делать автомобиль трехдверном как оригинальный лады 4 на 4 преемник лады может появиться уже через пару лет возможно в 2023 году уже станет ясно о его дальнейшей судьбе напомним ранее бывший президент автоваза николя мор говорил мы готовим два крупных запуска которые будут связаны с новым сув в 2021 22 годах который сохранит внедорожный потенциал лада 4 на 4 фактически это сув дополнит нынешнюю версию 4 на 4 мы недавно отпраздновали 40-летие лада 4 на 4 и надеемся что доживем и до 50-летия ну конечно же у нас в отечном автопроме опыта не занимать как держать такие долгожительные на рынке также существующая модель очень хороша с точки зрения внедорожной характеристики она используется на некоторых рынках возможно мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной нужно обратить внимание на важное и ключевое слово возможно это первое во вторых необходимо разобраться что для продолжения выпуска текущего лады 4 на 4 необходимы железные аргументы в виде рентабельности и прибыльности а также соответствия современным стандартам как безопасности так и экологической обстановке во вторых требуется теоретические сохранения спроса и конечно же привлекательного ценника преемник внедорожника окажется в одной ценовой категории с рено дастер несмотря на архаичность лады 4 на 4 по итогам первого квартала 2019 года показала прирост в продажах по сравнению с логичным периодом прошлого года и заняла аж на крепкое 19 место в топ-30 самых продаваемых моделей в россии ранее автоваз экспортировала до 4 на 4 в европу и скажу вам лично видел на туманном альбионе то бишь в англии наши хорошие машинки но напомним теперь въезд моделям российской марки въезд заказан по причине несоответствует экологическим нормам поэтому уже текущие проданные варианты просто доживает свой век но внедорожник которому апреле стукнуло аж 42 года котируется например в боливии и ряде других стран со сложным климатическими условиями и гористой местностью там наши машины просто незаменимы ранее появлялись сообщения в прессе что автоваз предложил россиянам придумать название дан для новой модели лада предполагается что под ней как раз и подразумевается приемник лады на 4 на 4 на 4 на премьере концепта лады 4 на 4 vision представители отметили что автомобили создан на особой платформе длиной 4 и 2 метра очевидно что 4 2 метр габаритная длина то есть новинка кажется немногим больше лады x-ray скроенного на платформы b0 слухи о том что в основу приемник лады 4 на 4 ляжет именно это телега ходит уже очень давно и мы об этом рассказывали на нашем канале ну и даже если бы это было неправдой то автоваз в это должен был бы уж сам уверовать и реализовать кросс-купе рено аркана тоже создана пресловутой платформе b0 правда несколько модифицированы усилиями русских специалистов но самое оригинальное что у ттс франсуа в качестве одной из производственных площадок указан тольяттинский автоваз можно смело предположить что наследник лады на 4 4 окажется ростами каркана ну в общем в принципе наверное да но категорически смущает размер колесной базы 2 и 7 метров многовато ли заявленных габаритов лады на 4 на 4 vision лады 4 на 4 актуального поколения представлен на рынке в трех и пятидверном типов кузова и вне зависимости от комплектации внедорожник оснащается 83 сильным бензиновым очень хорошим и распространенным восьмиклапником объемом 1 из 7 литра который за 42 года уже зарекомендовал себя в крайне хорошо также сон оснащается пятиступенчатой механика и системы полного приема цена на внедорожник стартует от 518 тысяч 900 рублей а сколько вы считаете будет стоить такой новенький внедорожник и когда он вообще появится у нас на рынке пишите в комментариях подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны делитесь нашими и социальных сетях и до скорых встреч пока